Привет, друзья! Хотел рассказать о том, в чем был секрет понимания природы у Теслы. Он говорил в своем последнем интервью журналисту о том, что энергия, она вот везде, надо просто научиться ее использовать. Но мы тоже это делаем, энергию стресса используем в собственных интересах, чего до нас никто никогда не делал. Обычно стресс пытаются снять, а здесь мы пытаемся эту энергию, самую высшую из всех энергий, использовать для решения тех задач, которые обычным путем решить мы не можем. Но хотел об этом говорить, потому что Теслу-то я прекрасно понимаю. Вот всю философию, которую он там журналисту рассказывал, я прямо чувствую, мы как бы на одной волне. А вот с Эйнштейном у него были определенные сложности. Ну, об этом я хотел говорить и буду потом говорить в следующий раз, потому что тут же мне приходят вопросы, на которые я должен отвечать. И вот здесь в каком-то из моих роликов выскочил вопрос. Всем добра, немного больше месяца активно стала заниматься. Вступила в группы в Facebook и ВКонтакте, смотрю на видео с одновременной собственной гимнастикой. Есть много положительных изменений. Пока хочу больше понимания для себя обрести путем слушания и моих упражнений. Мне пока наиболее подходящим по состоянию шалтай-болтай. Он у меня хорошо расслабление вызывает, а иногда так, что сплю дольше привычного. Но появились новые ноющие боли в ногах, особенно в стопах, как после интенсивных тренировок. Я сама думаю, что это говорит о том, что происходят изменения в телесных структурах. Мне спокойно, я врач, поэтому могу понимать нюансы. А вопрос в том, были ли у вас, в ваших последователях, похожие изменения. Ну вот, ну как мне не отвечать на такие вопросы? Ну, конечно, я должен все наше дальнейшее движение остановить на секунду. По наукам, по созданию науки человечности. Ну, в первую очередь, у кого что болит, тот о том и говорит. И поэтому я тут же немедленно переключаюсь. Потому что у нас ролики на разные темы. На разные темы. Но вы не забывайте ось. Мы там создаем науку человечности, определяем понятие, что такое. Любовь, сопереживание, чувство бесценности живого. Созидание. Потом, значит, у нас там счастье – это быть собой. А высшее счастье – это когда мы все вместе, и каждый в этот момент является самим собой. Вот, когда создаётся синергетика в диалоге. Когда все заняты каким-то общим делом. И там нет вот этой конкуренции. Это я первый, я первый. Не-не, там все решают какое-то. Ну, короче говоря, мы об этом ещё поговорим. О науке человечности, из-за отсутствия которой именно вот эта пандемия и прочее. Ну, я отвечаю на этот вопрос. Насчёт болей, которые появились во время шалтая-болтая. Вы сами отметили, что боли, как после интенсивных тренировок. Это означает, если это боли бывают не только после шалтая-болтая, то, значит, дело не в этом упражнении. Дозу уменьшите, чтобы нагрузка на ноги была меньше. Ну, вот ответил. Всё логично и понятно. Значит, там что-то вообще-то с ногами раз проблема. Такая вот, такая нагрузка небольшая, шалтая-болтая, всё-таки это очень маленькая нагрузка. Когда ты стоишь и делаешь то, что тебе хочется делать, думаешь о том, что тебя волнует, или то, о чём ты хочешь думать, а не о том, как это делать. И происходит автопристройка частоты, повторяемой к действию, к текущему уровню напряжения, то есть синхронизации. И напряжение, естественно, падает. И ты выходишь оттуда, из этого напряжённого состояния, из негативных эмоций на позитив. И начинаешь созидать. Ну, это же вот одно из упражнений метода ключа, которое, в принципе, к науке человечности имеет непосредственно, как технология, к философии человек-творец, имеет отношение как технология. Там много упражнений, каждый подбирает своё. У нас же роликов много, у нас же много теми. Я же почему и создал вот эту вот школу человек-бодющего, Homo Futurus, и почему я решил, что мы сможем помочь сократить кризисы и войны, потому что я много темный, то есть я междисциплинарный. И художник, и врач, и психолог, и писатель, и поэт, и педагог. Ну, только мне и было легче это сделать, понимаете? Потому что вот я знаю, что многие психологи пытаются, или философы пытаются, разные люди пытаются помочь человечеству. Но мне это удаётся в лучшем смысле, как я думаю. Потому что у меня и модель работы мозга новая создана, и на её основе я эстерактов вытаскивал людей, и учил потом этому психологу ФМЧС. И готовил людей к спортивным соревнованиям, и журналистам горячей точки. То есть, в принципе, вот эта междисциплинарность, мультиэффектность мне позволяла добиваться практических результатов. Поэтому мне и удалось додуматься, чтобы создать такую школу у человека будущего, додуматься до того, что можно энергию стресса использовать в собственных интересах. Вот эта книга, которая в последнее у меня вышла, здесь написана «Заставь стресс работать на тебя» под заголовки. Это важный момент, такого в мире раньше не было. А вот насчёт художества. Ну, там мне иногда пишут, покажите картину или, допустим, расскажите ещё о встречах с интересными людьми, с космонавтами, с военными, с писателями, с режиссёрами. Я посвящаю иногда этому время. Я беру, делаю этот ролик, а там мне кто-то пишет, ну, что вы всё время о себе рассказываете? Ну, ёлки-палки, ну, вы меня простите. Это не парламентское отношение в этих словах. Ёлки-палки, ну, такое хорошее слово. Ну, вот посмотрите, почему я так делаю. Многотиеме у нас, просто ролики просматривайте, и там есть бесплатный ликбез, кому нужно только упражнения, снимать стресс и страхи у кого, чтобы болеть, да? Пожалуйста, находите там ликбез. Потом у нас есть вебинары, и там, и там можно выходить в Zoom, задавать вопросы, получить развернутые ответы, чтобы показать, как вы делаете, тоже вычислить ошибки. Вся школа на этом обучается. Вот смотрите, я немножко дорисовываю эту картину. Я её как-то показываю. Я начал с чего? Я начал с Теслы. У меня есть друг, большой учёный, Ноябрь, его зовут Ноябрь, он очень большой учёный, он говорит о свете, о фотоне. И вот я ему прошлый раз показывал картину, а он говорит, фотона добавь. Я действительно света больше добавил, и картина стала изумительной, наверное, вы её видели. А вот эту картину, которую раньше я делал, я тоже вот взял сегодня, света добавил. Видите, вот здесь зонтик, да? Вот. Здесь повторяемые элементы, вот шляпка у неё, зонтик, повторяемый. И я вот здесь была тёмная, что дождь идёт. А я взял фотонов добавил, света добавил. Ну, вот вы посмотрите, скажите мне, как она, как она смотрится. Я сейчас поближе, поближе сделаю. Вообще, я вам скажу такую вещь интересную. У меня Ноябрь включил вот этот генератор, и я теперь все последние свои картины начинаю света больше добавлять. Не знаю, как это у меня теперь. Я вам сейчас покажу чайник, который тоже был. немножко темнее, теперь он становится светлее. Сейчас увидите. Это вообще света добавил. Я её просто изменил. Видите, чайник кипит. Мы там на одном из вебинаров и рассказывал, что человек в стрессе или накопил много напряжения, и ему надо пар выпустить. Вот чайник. Вот я добавил света, не знаю, как теперь. Видите, там, с под крышечкой там пар выпускается. Да, ну, вот света добавил, но она ещё у меня не законченная. Так что вы посмотрели. Ну, скажите, как вам эта картина? Хорошо, что я света добавил. Или как, или ещё доработать. Тут ещё такое дело. Очень важный вопрос. Дело в том, что недавно я, у меня друг есть в Калифорнии, сейчас он раньше со мной работал в электронной промышленности некоторое время, но очень товарный парень. И мы с ним разговаривали, и он немножко стал говорить о том, что он хочет там делать эксперименты, как влиять на расстояние частотам. Я ему сразу сказал, знаешь, Жорик, я говорю, ещё это в своё время делал. Ну, Хензелл делал. Ну, многие делали теорию фликеров там и так далее, мелькание там и прочее. Потом 24-й кадр и прочее. Ну, на расстоянии на таком ты в Калифорнии живёшь, а я здесь нахожусь. Не может эти волны проходить. на таком расстоянии. А есть другой аспект. Дело в том, что, помните, вот есть такие вот, ну, есть люди, которые верят в это, что в пирамиде, в пирамиде зеркала Козырева, допустим, тоже, или рейки. Вот человек стоит вокруг другого человека, руками водит, и тот испытывает какие-то состояния. Я каким-то образом аналогии провожу для того, чтобы у многих людей открылись глаза, и они стали понимать или вот эти сопоставления, есть ли телепатия или нет телепатии. Я об этом всё время говорю. Я связываю это с тем, что говорил Жорик, и поэтому предложил у нас там кто желает, Жорик будет там экспериментировать, включая генератор, и через тысячи, 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 тысячи километров кто хочет в этом опыте, кто интересуется, кто любознательный. А я-то не верю в эти штучки, сразу скажу, потому что я и насчёт пирамиды говорил, и насчёт зеркала Козырева говорил, и когда рейки делают, что там происходит что? Самогенерация. То есть человеческий мост так устроен, когда с вами что-то производят, на самом деле ничего, допустим, не производят, ну, вы сидите в пирамиде и всё, или зеркала Козырева, ну, ничего не производят там, на самом деле реально там ничего не происходит, ну, ваша психка так устроена, что вы там, когда сидите определённое время и чего-то ждёте бессознательно, то мост начинает возбуждаться, ждёт, волна напряжения растёт, вот я уже объясняю, как рейки работают, волна напряжения растёт, ну, а ты сидишь и ждёшь-ждёшь, а она стихает, потом опять растёт, потом опять стихает, потом опять растёт, потом опять стихает, потом растёт, и стихло, и ты расслабился, и у тебя там пошло ощущение, ну, да, в пирамиде сидишь, и там вот этот феномен он сам происходит. Просто люди этого не знают, они вот читают, там смотрят по телевизору, раньше так было, что пирамиды исцеляют. Ну, там такие были модельные. Потом, значит, рейки исцеляют. Ну, исцеляют, да, за счёт вашей самогенерации. Поэтому я предложил там в ролике, давайте вот Жорик предлагает, оттуда он на нас будет влиять. Я в это не верю, что он оттуда будет влиять, но я-то знаю, что самогенерация происходит у людей, которые думают, что на них влияет. Понимаете, это самовнушенческий эффект. Самогенерация. Он говорит, я генератор изобрёл, а у каждого человека, говорит, генератор тоже в голове есть. Но сегодня, значит, у нас век цифровизации, очень много людей напуганы, потому что нам постоянно говорят, что из нас будут делать роботов, будут нас контролировать, манипулировать. И там нашлось несколько человек, которые, как только услышали слово генератор, там у Жорика, который будет на нас влиять. И моё предложение. Хотите попробовать? Пожалуйста. Потому что мне было интересно, что... Я своё мнение сказал, что это невозможно. Я же эксперт в этих делах. Я же мультиэффектный, я же вам объясняю. Я же создавал практически вещь, которая спасали людей из шоков. Я же не просто так говорю. Понимаете? Одно дело верит, другое не верит. Но я эксперт. Так вот, появилось несколько людей, которые, как только слово генератор услышали, у них автоматически это связалось вот с этой цифровизацией, что нами кто-то будет манипулировать. Ну да, цифровизация такая вещь, ну как и всякая вещь, она имеет и свои минусы, и свои плюсы. Как и стакан, как говорил Ленин, можно по голове дать, а можно воду пить. Но они и так провязали это к одному и стали меня обвинять в том, что я говорю о науке человечности, а сам вот чем занимаюсь. Какого-то жорика подключаю, чтобы нас цифровизировали. Ну вот это вот, когда в одну кучу сваливают и одно, и другое, и занимаются кликушеством. Знаете, что такое кликушество? Я там в одном комменте написал, посмотрите, пожалуйста, в Википедии. Историческая реакция. Так вот вопрос. Есть люди, которые что-то принимают, совершенно не задумываясь. А есть люди, которые что-то могут принять или не принять, через осмысление. Через осмысление. Мы в нашей школе «Человек будущего» занимаемся обучением человека мыслить. А это невозможно без развития человеческих качеств. Творчество, анализ. Потому что человек по природе хомофутурис, человек разумный. Друзья, подумайте об этом. Не валите никогда в одну кучу. Если вас какие-то слова пугают, поищите, поищите на разных каналах, разные мнения, потому что невозможно быть правильным мыслящим, не сопоставляя. А вот так услышал одну фразу, сразу раз отреагировал. «Да, это нельзя, да вы нас, вы сами говорите о человечности, а сами нас хотите зацифровизировать через помощь Жорика». Да Жорик шутник. И умница при этом. А я хотел этим роликом вам объяснить, после того, как вы расскажете свои ощущения, что вы были в ситуации, как в пирамиде, где тоже идет самогенерация. И потом бы я вам сказал, вот видите, а Жорик не включал никакой генератор. А у вас ощущения были. Чтобы вы поняли и осознали, что очень многое зависит от вас самих. Да, друзья. Насчет цифровизации, конечно, я сказал свое мнение. У всего есть минусы и плюсы. Надо плюсы брать и увеличивать. А минусы надо отвергать. Но чтобы в этом разбираться, надо развивать у себя способность мыслить. До встречи.